Здравствуйте! В эфире сводка происшествий города и округа. Сотрудники следкома Приуральского района проводят проверку в 15 километрах от станции Ярынская. Здесь 7 августа утонул местный житель. 38-летний тундровик, будучи пьяным, пошел купаться в водоем возле стойбища и утонул. Его тело из воды вытащили родственники. Они же сообщили о трагедии в полицию. Оперативники выясняют обстоятельства гибели ямальца. В Пуровский район в поисках пропитания забрело голодное семейство медведей. В телеграм-чате «Карачаева.Инфо» разместили видео, на котором медведица и три ее детеныша роются в мусорных баках. Происходит это на береговом месторождении. Ранее в выпусках «Патрулямы» рассказывали о том, что медведей видели и в Лимбияхе. В Новом Рингое прокуратура добилась пересмотра приговора горожанину, который напал на мужчину и воткнул ему нож в спину. В итоге вместо принудительных работ злоумышленник отправится на год в колонию общего режима. На статью себе он заработал в апреле прошлого года, когда напился и покалечил человека. В Хмао будут судить жители Ямала за торговлю наркотиками и отмывание денег. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение. Обвиняемый занимался сбытом наркотических средств на территории Хмао и Янао. В марте 2023 года он получил более полутора килограммов синтетики для дальнейшей транспортировки и сбыта. При попытке реализовать очередную партию наркотиков барыгу задержали. За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчине также вменяют отмывание денег, полученных преступным путем. Сейчас он находится в СИЗО. Жительница Муравленко стала жертвой мошенников. Она получила в мессенджере сообщение о заработке на онлайн-платформе, предоставляющей услуги бронирования и оценки гостиничных номеров для привлечения клиентов. Женщине предложили зарегистрироваться на фишинговом сайте, ввести свои персональные данные. Неизвестные выдали потерпевший список задач по оценке гостиничных номеров, за выполнение которых нужно было внести депозит. Женщине пообещали вернуть инвестированные средства и начислить проценты. После того, как жертва перевела аферистам 65 тысяч рублей, с ней перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Берегите себя. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА